доброго времени суток друзья продолжаем с вами играть время 2 total war мод разделяя властвуй за фракцию марк антоний да о чем мы с вами друзья остановились ну во первых прошло уже наверно ходов так 8 аль 9 наши последние друзья встречи я пытался развиваться экономически плюс на общественный порядок некоторые провинции удалось вывести в плюс пусть небольшими таким таким плюс немножко поднялся я экономически настолько поднял что смог себе заказать еще один легион легион 7 аполинарис аполинарис вот стоит он полностью из наших супер супер сверх наших супер солдат сверхчеловеков когорт из наших вот ну пока у меня тут порядок наводить и мятежников гоняет до наших предыдущий легион который здесь стоял на и си он пошел вы его дрове воевать у нас сразу две войны и объявил даки и вот эти вот бастарном все делаю чтобы только поддержать нашу фракию с ней пытаюсь как-то более-менее нормальное отношение выстроить уже удалось минус 40 дайте до минус 15 ну и конечно тоже ставлю перед собой такие цели корыстные мы это пограбить города сейчас мы с вами пойдем в аквинг будем чего-нибудь придумывать сдать и но тут такая жопа получилось что зима прим перемещение стека серьезно затруднено и советь по какой дистанции они могут ходить только но саму провинции будем идти ходу в пять лет их пока зима я надеюсь на следующий ход уже теплеет и он как-то зайдется пойдет шустрее плюс на следующий ход можете с вами для мочилова с мятежником в наисе на сейчас у нас тоже мочилова тоже мочилова который мы собственно и будем сейчас участвовать это наш легион шестой фулната фулмината фулмината против латинских мятежников наш численно преимущество но качество качество за ними мне кажется но сейчас мы узнаем так лет или нет они от нас пытается убежать ну и как вы видите компьютер вообще показывает что не в нашу собственно пользу не в нашу пользу взять субъема вот кстати я не правильно сделал 66 39 45 будем сражаться ручками и посмотрим смотрим что там собственно происходит тогда ну конечно у них ребят посерьезней прямо скажем но у нас есть 22 серьезных преимущества перед противником во первых у нас есть застрелы которые будут помогать нам и у нас есть конница который я пытаюсь обойти противника и нанести удар по тылам тут главное чтобы пока все это происходит у меня пехотка выдержала я как всегда ну давай пусть все отлично так туман я не хочу туман давайте подождем вот сухая погода шикарно щикальдюсиком так значит конницу на фланг так 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 это у меня мечники да это у меня копейщики ну в принципе начинаем битву у нас там как они будут идти не будут идти хрен их знает да ну давайте давайте пойдет вперед боже мой чат какой кривой дендер и дендер и дендер и дендер и дендер и нет это от силов фу-фу-фу это от силы ну что наверно надо занять какую-нибудь позицию до ламены быстро и каких-то особых построений нету да ну войска самые простые строение все стреляйте дандора 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 так давайте значит отойдем так здесь давайте уже строится сосредоточим огонь на каком-нибудь одном отряде так вперед так и не успеет нас переходе нет вроде не должны ну же проходите на фига восстановились то и отлично вошли шлем и этот отряд тут же заволновался так надо на выходить самим так вы сосредоточиться все огонь и значит заходим снова на один отряд мы серьезно потрепали вот он ничего себе они там нас прессуют там так заходим на полководца значит он это скуда неинтересно входим неплохо вошли прямо скажем неплохо подходим они сразу заволновались побежали у нас тоже конечно есть потерям не без этого встаем чего всего лишь десятерых так мало попытаемся сейчас еще раз ну хорошо как мощно то входим то италийские мишники вроде как вроде как бунтуют вот они мне мешают отлично входим в липи до этого один отряд мы погнали это здорово так помнится могу водить отлично 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 что они на нас соберлись нет так ну-ка 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 то есть как видите собственно мы одним конным отрядом то собственно их сейчас и будем убивать потому что пехота наша гораздо гораздо слабее чем у противника так конец выходим и то это все происходит не без проблем как вы видите ну уже ну уже выходите выходите что вы там запутались что ли ну ребят давай ну обязательно всё убьем их него генерала липида есть шикарный шикарный не конница роли друзья конница роли очень хорошо вошли и они побежали, да? да, они, друзья, побежали они побежали и, кстати, у нас проблемы проблемы один отряд таки возвращает самый первый ну-ка, примите их, ребята примите давайте на это полюбуемся в это зрелище мятежники, простые мятежники, друзья а сколько гемора так, они что там, устроятся, что ли? это плохо но им это не поможет вошли шикарно на мой взгляд да, и они бегут они бегут вот раз мы конницы будем добивать здесь тоже проблема таки кончилась они разбили один наш, кстати, отряд так, отставить стрельбу да, один отряд разбили вот этих вот а, нет фактически каплоя но они слабенькие сами видели очень слабенькие ну-ка, чпокни его что вы какие ну, вот еще вот, приложил хорошо ну-ка еще тоже машинство неплохо так хо-хо увернулся засранец не, ну вы его убьете нет, с боку можно вот, в шею правильно отлично по ногам не сдаётся секс фронтон-то не сдаётся до конца бьётся какой собака злой ну, давай же такая, такая рожа ну, вы его убьёте нет, ребята давайте же на я верю в вас ну, наконец-то наконец-то победили победа жикарно всё, выходим из боя тяжёлая победа ну да качество войск у нас, конечно оставляет желать лучше ну и застрел застрел серьёзно разочаровывают причём как правило у компьютера они просто ну, феерия феерия у тебя же они постоянно какая-то хрень ну, сами смотрите шесть человек убили и семь человек убили вот как это целых два отряда то есть получается проще вместо вот этих двух застрелов взять какой-нибудь отряд один толку будет в разы больше мы их ещё даже не добили до конца тут добиваем конечно же без проблем шикарно воткнули воткнули ему в глаз и нас текст манили фронтон получает повышение ранга это здорово и военные традиции у легионов тоже расстают ну, что я могу сказать молодцы хвалю что взять там о о о ну-ка 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 по этому стеку тоже возьму наверное жучную овцу боевой дух как-никак вот здесь выбрать конечно не знаю но у нас он этот легион такой внутренний по крайней мере пока что может быть насаждение культуры взять авторитет или военный логистик сперва взять на уменьшение затрат скорость пополнения не знаю даже парам 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 государство это я хорошо ты так ты далее у нас минус 11 здесь минус 11 это плохо что минус минус 7 то есть 21 ход у меня ой больше человек 2-3 хода у меня есть а там глядишь он у нас достроится третий уровень и что-то изменится ну ладно пока ничего менять из этого мы не будем 9 ходов ничего себе 6 ходов 9 ходов ничего не будем а надо бы и нужно дайте вот этим стеком комедии поделиться войсками вот здесь опять-таки тоже ну подождем ладно на этом ходу больше ничего не произойдет сделано стоит развивается отлично сходом будем смотреть что он нам принесет да тяжко тяжко с парфием не завязали пройти к ним не можем получать что мы нарушаем там границу кадавров что мне совершенно не хочется как-то так ладно пока там пальмиру успокаиваем так до рыдания восстания исследования философ дезертирство политическое событие покушение на убийство другие дома цель марк антони не учу себе им не удалось убить его однако они убили его жену так у нас качнулся по моему да вот этот человечище наш агент марк антони вы скажи будь добр что происходит у тебя но нереально не убили жену вот зверя вот звери как вы могли как вы могли могли гады гады давайте смотреть что вообще происходит у нас 50 на 50 с другими домами то ну ты как таковой нету вас все уважают но не слушаются все все пучком я не вижу каких-либо серьезных проблем ладно давайте разбираться повышение ранга не было так у нас задание задание вроде было изучить технологии из категории осады правда нам это ничего не даст на самом деле ну вот смотрите за пять ходов зато с масла сможем лить плюс доступ к определенным постройкам вот это вообще шикарно снабжение боеприпасами выстрелы минуту осадных орудий давайте изучим что-нибудь избыток населения строительство яма для зерна строилась хорошо построился построил как видите общественный порядок здесь тоже шикарен тихонечку растет сирен отличное настроение хорошее у ребят и денежка есть можно что-нибудь построить даже можно что-нибудь построить ну давайте наверное рыночное поселение шесть ходов блин много ну да ладно так каппадокия дошла уже до эдессы ну то есть как мы видим армению прессуют серьезно эти счетки давры блин стоят чем с вами сделать собаку здесь еще пять шесть ходов надо будет стоять в полимере что порядок я войны не ввязываюсь ребят пока не ввязываюсь вообще да о шикарно не комедии плюс пошел уже и так отлично отлично так у нас восстание у него не отошли как видите если войска хорошая вообще без каких-либо проблем но проблем как говорится до ласкова умеющих сельцу шикарно 200 человек потеряли и зато ранг повысили генералов качать будем я не знаю хоть в этом отношении плюс ну давай трофей охотника возьмем где-то государство это я отлично вот насаждение культуры то что доктор писал минус 13 растет потихонечку наш латинская культура но конечно очень потихонечку сколько сколько 20 20 ходов серьезно 17 11 однако вы перцы так здесь у нас болезни все плохо но все зима ух а что ж так понял это я сейчас серьезно не понимаю почему минус 25 в связи с чем связи с зимой чем я раньше этого не замечу потому что у нас такой серьезный минус так вроде бы все я сделал давайте ходить нет что-то не то с едой честно скажу стало минус 27 вообще да ладно так так это у нас армения 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 предлагают они заключить нам договор о ненападении да я в принципе только за я вступил в войну с этими какашками но я думаю 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 отношение у нас хорошая есть наступим в войну нам это ничего не стоит да мы можем не подрываться но пообещать да 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 вот тут ждите так и тут же тут же эти блины и предлагают нам мир нет 100 монет я отношение портится с египтом совершенно не хочу и как бы смысл был именно антропотена пытается предложить нам мера я не хочу предлагать соглашаться точнее сколько это нам не выгодно что у меня с пищей то я не понимаю было дофига стало чуть ли не в ноль не в ноль странно браке римские игры о культуру влияние зашибись порядок на четыре хода здорово но я не понял насчет пищи честно вам скажу был где-то запас нам в тридцать единиц но я же не совсем дурак чтобы строить все подряд и на тебе минус тридцать прям чуть ли не за один ход как так то минус четыре пищи минус один не понятно где-то что-то я построил неправильно по всей видимости где-то какое-то здание очень много пищи стало потреблять минус пять минус пять минить строительство в общем ребята все сложно элирия поздняя весна минус десять а а да если я решил проблему с общественным порядком теперь была проблема с едой теперь нужно срочно все деньги переправлять в эту отрасль да уж три единицы такими такими темпами мне очень много потребуется а ну да броня весна скверных слов был к склонен ясно строительство а а у меня три сразу города построилась может быть дело в этом а они всего-то по минус две тысячи было и пища всего лишь требует две единицы друзья ну то есть либо описание неправильно либо еще что-то потому что ну три поселения минус шесть тысяч пищи а мне фигнул аж минус 30 ну как так то ну что за бред то я не понимаю и у нас теперь восстановление не будет идти зашибись все в ходу да вы гоните ой друзья мои проблемы все ошиблись вот не было печали не знаю не знаю почему здесь нельзя как Василий посмотреть на все плюсы и минусы которые сейчас действуют я просто не понимаю что происходит с пищей здесь никакой карты плодородия нету да это жерем ну то есть скорее всего описание врет описание врет и при постройке какого-то города второго ранга пища она не минус 2 а значительно выше другого я объяснение на себе не нахожу просто напросто то есть у меня уколебался запас пищи от тридцати до сорока и тут хренакси минус 30 здорово просто здорово просто здорово просто здорово а минус 18 нифига себе не отмена давайте пищу закалят вот что я могу сказать еще минус 18 еды да ты будешь я вам здесь вообще не вижу какого-либо минус серьезно здесь пищи нормально все семерочка день надо заметить все еще построить город вообще не буду пока строить здесь еще тоже пишу пищу тогда виллу построить 4 хода просто обалдеть я в шоке друзья и просто в шоке 6 классно нет построить на еду просто вы меня меня просто радуете ребятки просто радуюсь просто нету построить это просто просто какая-то ересь но это проблема проблема друзья ну что ладно будем разбираться с голодом нажимаем в пору хоть постройки все сносить который строил опа агент какой-то дакийский здесь он ничего не сделал вау вау прибежали дакийцы ну в принципе их даже меньше чем нас но они какие-то больно наглые да фольксмены даков фольксмены серьезные наверное дядьки отряд конец и есть ну что друзья давайте воевать у нас есть в принципе преимущество небольшое посмотрим у нас главное есть два отряда легионеров это главное а дальше видно будет да уж ну надо же агута ай блин печалья печалья такс такс значит так вы стоите у меня в первой в первой первыми в общем там у кишки далее далее вот эти два отряда встают позади здесь когорты когорты в принципе их бы тоже было неплохо интегрировать да как то вот утоп о шикарно попробуйте сломать такой прекрасный квадрат забодаетесь отлично и у меня остались три отряда мечников они будут заходить по флангам я не полагаю начинаем битву он наш противник не вижу конницу не вижу конницу я а собственно вот они комные застрельщики фракийские комные застрелы фракийские комные застрелы так так ну ненавижу застрелы всегда ненавидел ну чё вы останавливаетесь то бегите дебилы ну как что как почему зачем так вот делиться на два квадратика связи с чем так вы будете бежать нет ускорение есть что нибудь то есть они нам просто не дадут жить правильно понимаю да я правильно понимаю и нам просто не дадут жить тем более что они быстрее гораздо твари а вот вся проблема застрела в том что ты игрок так не может ими руководить как руководить искусственным интеллектом тут либо либо давайте впендюрить хотя бы ненавижу вас и тут же убегает ну правильно и у меня конец практически не осталось так вот твари не 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 куда 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 уходи уходи ну в принципе все да все убежали убежали здорово ну вроде бы генерал не убит хоть это радует так что у нас здесь вообще с войсками с войсками ничего не понятно но вроде как сражаемся где-то держимся где-то не очень так а вот здесь вот у нас все хорошо стало да тогда я думаю надо потихонечку переформироваться хорошо теперь пошли сюда будем давить будем давить будем давить так вы значит должны сюда заходить а вы должны сзади заходить давайте фольксменов бейте обидно обидно очень с конец у нас получилось о как заволновались значит да что шикарно шикарно бьем сюда отлично шикарно здесь тоже всю пучку давай-давай-давай-давай выходи 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 вот мы за счет двух наших отрядов как горд сейчас собственные будем уходить из данное положение нужно нападать именно конников нападается отлично я не думаю что они долго продержатся конные застрельщики те чертова конечно выдали они мне серьезных люлей так эти значит вообще куда хотя почему ходить и не надо уходить давай-ка все эти тоже побежали нам нужно как-то выйти блин в тыл дай туда уходите а у вас еще стрел дофига да здесь уже почти всех разбили отлично так здесь значит обменить квадрат пошли в атаку так отставить стрельбу комусик комусик фиг комусик твердым и не надо просто стрелять ну и почему наш отряд убежал кто не может сказать бред просто взял и бежал они два отряда возвращаются так ну-ка пошел туда он вы значит соответственно сюда вот пошли да они кислое сражение друзья не кислое и и и и и и чего творится но у них стрелы кончились но хоть конницу вроде как разогнали отлично нападаете так здесь у нас что ребята давайте один отряд убейте и можете идти отдыхать вы пока вот этих тормозните да конечно мочилов серьезно но сразу отряд сразу же у как его очкок или то друзья очкок или по самые них а не балуйся да уж так вот здесь все получше происходит один отряд мы здесь разбил разбиваем и второй отряд тоже комасик фигов тоже вроде побежал прибежал еще один отряд правда потрясены очень страшно все на этом фланге вроде как мы всех разбили вроде как все давайте пехот куда сюда переводить у корей пошлем за этим все победа на самом деле победа но конечно повозиться пришлось пришлось ну что продолжу и зачем нажал продолжить может ему все все выйти тяжелая победа да серьезно серьезно 500 мы потеряли правда полторы тысячи убили круто но вот конница наши там да мой косяк ну принципе так же как у вателе тяжелая конница она застрелывает застрельщиками чувствуешь то есть здесь нам тупо надо было ждать оставить конницу позади и тупо ждать пока их не оконится либо не отстреляется либо не нападет а так мы теряем два отряда два отряда теряем не знаю генерал вообще выжил нет место просто просто осадом слушайте задница вот они теперь будут мозг насилует своим мирным договором так с корнистки помогают с мятежниками с другой стороны мы с ними ухудшаем отношения потому что без права прохода заходим на нашу территорию достойная смерть отлично спасибо минус 45 да вы чё стебете меня что ли наверно да на это вообще пищи ничего не требует все построилось на на общественный порядок а требует требует минус 4 а если че что возможно неправильный перевод на самом деле не минус 4 а минус какие-нибудь 8 хотя как можно перевести неправильные цифры я вообще не понимаю мы очень сильно поздравляю что так и обстоит 44 постройки 15-15 единиц ну примерно да только это второго уровня не третье ой беда друзья вы беда не знаю чем делать я с нам будут сносить все постольки которые хавают пищу потребляют я не знаю как как по-другому вот что-то друзья придумал другого ничего не остается здесь без проблем здесь вписался гарнизон и мы спокойно-спокойно от обороны убиваем этого засранца теряемся в 7 человек вот я получил первый ранг военные традиции выросли что уже неплохо он барабам барабам минус 21 следующий снова будет начать восстание так мы видим что мы видим что тут фракийцы сразу же сразу же подошли где вот раньше вы были в общем вопрос да с такими силами там в этом нападение надо брать какую-то легкую пехоту конную я имею ввиду уж больно они читерские и не догнать и не убить и что самое смешное нигде не пишется параметр скорости вот это меня тоже немного убивает вот или то есть такой параметр а здесь времени как понять быстро это не быстро и по брони наверно здесь 50 из 25 значит самый быстрый ой друзья ну что ж вот такая серия у нас так я ее назову голод голод в поволжье по другому и назовешь и буду я здесь сидеть что-то думать выдумывать где-то что-то уменьшать сносить я не знаю что еще делать вроде бы особо ничего такого я и не строил самом деле где-то на штук пять этих построек сделал второго уровня у меня как пичкоп на кино вообще тем более второго уровня пищи две единицы то есть пять построек минус 10 еды а мне сразу чуть ли не 50 прописали но непонятно понятно с этим надо разбираться смотреть сколько там от нас постройка хавает на самом деле в общем вопросов много вопросов тьма с этим совсем надо разбираться на этом друзья с вами прощаюсь пойду как раз разбираться а вы пишите коменты ставьте лайки дизлайки ну и конечно же подписывайтесь на канал всем хорошего и удачи